Дедушка Ленин, мать твою! Да когда ж его уже с***ут с лица земли все его портреты, статуи, шматуи? Господи, ну зачем он нам нужен, объясните мне? Ну зачем? Тут что-то нечистое. Я вам клянусь. Он как-то так продал свою душу, что так называемые хозяева мира просто отдают тем самым ему дань. Всё не просто так. Ленина! Ленина! Удивительная вот эта башня. Ну как будто бы остаток какой-то крепости. Пару слов хочу сказать об этом месте. Конечно, со слезами на глазах я прогуливаюсь по этому парку, потому что этот парк — олицетворение того, как на наших глазах была переписана история. И я разгадала секрет того, почему здесь стоит памятник Ленину. И это место было выбрано неспроста, чтобы вы понимали. Практически он стоит... Ну это моя личная фантазия, конечно же. И она, конечно, никакого отношения не может иметь к тому, что было в прошлом. Но, в общем, по моим предположениям, там, где стоит дядюшка Ленин, были ворота в город, главные ворота в город. Я могу здесь действительно ошибаться, но то, что вы перед собой видите, — это остатки крепости звезды. Если вы не знаете, что такое крепость-звезда, вы можете ознакомиться. Вам обязательно любой поисковик, YouTube всё выдаст. Посмотрите, это старая карта, где отчётливо видны следы крепости-звезды. Стены были снесены, конечно же. Обычно в источниках исторических пишется о том, что надобность в них отпадает. Но просто чисто логически подумайте о необходимости отпала. Крепость-звезда некогда была, которая сегодня выглядит совершенно иначе, которые добавили азиатскому лоску. Вот эта башня, которая один в один. Я была в десятках крепостях-звёздах, поэтому как бы меня тут не обманешь. Якобы вот так было в 1490 году, а это уже в 1873. Ну, как всегда, там приписывают всё это колонизаторам. Якобы колонизатор всё это настроили. Причём удивительно, но факт так получается, что эти крепости, они древнее всех храмов, которые построены на его территории или около. Соответственно, что-то в истории не так. И моя личная догадка, моя фантазия, бред сумасшедшего и только. О том, что именно во времена товарища, который был рождён 22 апреля, именно в эти годы история всего мира была нахрен тёрта с лица земли, и нам выдали то, что выдали. Именно в эти времена мы лишились правды. Именно поэтому ему могли поставить памятники по всему миру, ради чего этому человеку уделять столько внимания. Я как бы не слышала, что когда начинают ненавидеть сию матушку мою, страну великую, я ни разу не слышала, чтобы где-то начинались носить его памятники. В общем, да. Ну вот, эта крепость построена. Она, значит, была... Да, всё-таки она была в 805 году построена. Просто, что меня всегда удивляет в таких случаях, я как бы, да, за то, что это ради защиты от врага, строят крепости, чтобы воевать и так далее, и тому подобное. И при этом как бы надо же построить так, чтобы твой враг не смог завладеть твоим ни имуществом, ни страной, ничем. Правильно? Тогда вопрос, зачем они строят одинаковые крепости по всему миру? Просто буквально по всему миру. Чудеса, не так ли? Ну, очень много вопросов и слишком мало ответов. Вот там под землёй остатки ещё какого-то древнего сооружения. Вот эти стены, просто вы можете их сравнить. Вот это. Вы можете всё просто сравнить с любыми другими крепостями, и вы не найдёте ни одного отличия. Клянусь вам, кроме вот этих загибулен на краях крыши. Вот этих вот. Которые можно переделать прямо сегодня же. Вот у нас ещё, но это закрытая территория. Я туда не попаду, конечно же. Но зато сверху можно разглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok Вроде как французы пришли только в 1897 году. То есть вот эти здания позже были ими построены. Кое-какие даже в 1930-х. Сначала было так, потом вот так, так, и потом неожиданно вот так. И вот как оно по-настоящему выглядело когда-то. Что-то мне напоминает, но не припомню. Париловка невероятная. Несколько дней подряд дождя не было. На сегодня видно будет что-то чисто вьетнамское, допобедного. Здесь тоже что-то подрыто. Поэтому это здание окружено со всех сторон защитным листом и перегородками. Чудесное место хотя бы потому, что здесь туристов практически нет. А еще что-то мне про змеи рассказывали. То ли это молнии были, то ли что. Ну то есть змеи это, конечно же, чисто метафорический символ. И ничего более, вернее драконы вот эти вот. Так что не надо нам тут лишнего придумывать. Я все-таки за природу, а не за фантастику. Вот это красота! Я бы не отказалась бы от еды, приготовленной в этой печуле. Вот это я понимаю.